В октябре прошлого года в городе открылся первый частный приют для кошек, Мурдом. Сейчас под опекой волонтеров около 120 животных. Часть на карантине, а часть здесь. В новой рубрике «Ищу хозяина» мы будем рассказывать вам о подопечных приютах в надежде найти им новых владельцев. Возможно, вы посмотрите наш сюжет и увидите кота своей мечты. И придете за ним, заберете его домой. Черные, белые, рыжие, полосатые, пушистые и гладкие. Столько кошек на один квадратный метр вы вряд ли где-то еще увидите. При этом каждому животному обеспечен полноценный уход. Каждый день в приюте трудится команда волонтеров. Убирает вольеры и клетки, кормит, лечит и, конечно, чешет за ушком. Практически у каждой кошки, которая сюда попала, печальная история. У кота Кеши, например, недавно умерла хозяйка. К сожалению, дети, женщины не могут забрать Кешу, потому что у них маленький ребенок, а он в ходе игры любит прикусить, поцарапать. И, в общем, возникли сложности с его адаптацией в семье. Поэтому Кеша попал к нам на пристрой. Кеша пока немного переживает, но волонтеры надеются, что он скоро адаптируется, и его можно будет перевезти в вольер. Пока Кеша был домашним, за ним хорошо ухаживали. Кот стерилизован и привит. Зачастую животные поступают в приют в гораздо худшем состоянии из ужасающих условий. Мы еще расскажем о нижегородских котах, которых изъяли у психически больного хозяина, или о Вике, которая попала из квартиры, владелец которой вышвырнул животных с пятого этажа. С подобной человеческой жестокостью волонтеры приюта сталкиваются постоянно. Это очень тяжело, но когда мы видим спасенных животных, они живые. То есть для нас это каждая маленькая спасенная жизнь. И когда мы видим, наблюдаем, как котята, которые к нам приводят в возмужденном состоянии, и потом они через несколько месяцев ласки, заботы, правильного ухода становятся шикарными котами, мы видим, как их забирают домой, нам потом присылают фотографии, какие-то отзывы, что спасибо, это теперь наши любимые семьи. И это для нас, наверное, самая лучшая награда. Рубрика «Ищу хозяина» будет выходить по пятницам в выпусках новостей. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.